Итак, господа, я хотел сделать чайный стрим, но сделаю просто видео, так будет лучше. Короче, чай майский, я его еще не открывал, не пробовал, так что давайте заваривать, не тянуть коту. Берем один пакетик, только сначала как пахнет. Пахнет очень ядрёно. Чай майский я люблю, да. Делается он недалеко, так чем-то здесь. Он при этом очень крепко заваривается, и при этом он стоит 25 рублей, по рублю за пакетик. Он заваривается как бешеный, да, в отличие от других дешевых чаев, и очень сильно бодрит. И этим он и хороший, он и вкусом эталонный, едва ли не эталонный из всех них. Вот. Короче, пока чай заваривается, показываю вам пример моих технических решений. Как именно будет решаться донатная система вот этой, да. Короче, по мобильным стримам. Вот эта вот программа, которая называется Streamlabs, она полнейшее дерьмо оказалось. Она тормозит, где идеально работает YouTube, что-то не тянет, но... Программа вот эта вот, как-то, как КТ, да, она еще хуже, да, которая... Официальная донатная версия, она еще хуже, она вообще камеру не умеет записывать, да. А через интерфейс активировать это еще тупее. И еще тормознее, да. Вот, то есть, там совсем дерьмо. А Streamlabs такое, средненькое дерьмицо, но все равно фиговая, конечно, программа она, да. Во-первых, фиг ее настроишь. Это сложно, это не просто так. Во-вторых, да, она нормально все равно не работает. Но все равно она тормозит. Она рассчитана под некоторые Самсунги только, да. Под айфончик и она тестировалась, да, и под Самсунги. Всякого-то Redmi, она что-то не хочет с ней хорошо работать. Ну и фиг с ней, да, уведомления эти о Донателлах не нужны, да. Как будет решаться вопрос? Вот, я надеюсь, вы в этом видео уже видите. Вот в этом углу. Ниже чая, вот в этом углу. Вот тут, вот, вот тут. Тут вот где-то вы видите. В этом видео стоит такая черная плашечка. Черная плашечка, на которой написано что? Сколько собрано и сколько осталось. И она будет меняться. Она будет в роликах, она не будет на стримах. Она будет в роликах, и она будет меняться. Итак, мы плавно подходим ко второму вопросу с Донатами, да. А, собственно, а как ты собираешься их показывать? Вообще, вот как ты собираешься их показывать, да? Те, то есть, мы присылаем тебе Донаты, а ты не показываешь нам уведомления. Ну, я не могу настроить Linux этот, Linux браузер плагин. Он почему-то тоже не работает, потому что это особое нужно мая, да. Надо консолькой колупаться, да, в конфингах колупаться шибко-долго. Потому что просто так оно не запускается, оно не хочет. Оно мне хамит, прям в наглую хамит. И я решил, короче, просто показывать Донаты. Когда я говорю о Донатах в начале ролика, да, спасибо Донатерам, буду говорить. Буду говорить, да, приветствую Жирного Голубя. Вот сейчас, давайте сейчас сделаем. Так вот, типа, представьте, что ролик начинается. С вами Жирный Голубь, если вы не подписаны, подписывайтесь. Респект Донатерам за их Донаты. И тут сразу так, хоп. И вставочка. И дальше пошла тема дальше, короче, во. Во, видите, какое решение-то элегантное, на самом деле. Не надо заморачиваться, запариваться. Решение просто классное, вот. Я ничего не придумал лучше. И все будут довольны, и все такое проще. Правда, будет задержка, блин. Задержка, блин, и если будет много этих уведомлений, каких-то заспамят, то будет тяжело. Но я могу бесконечно эту, вот эту первую, потом вторую, потом третью, потом четвертую. Я могу бесконечно, то есть эти табычки ставить подряд. Постепенно, через 2 секунды, пока они не закончатся. Так что все равно все будете показаны, вот. Вот мое решение по этому вопросу, вот. Так, чай заварился, пора пакетик откидывать. Пойду-ка я культурно теперь вынесу его куда-нибудь, да? А то в прошлый раз на пол его кинул, неприятно, короче. Вот так вот намного лучше, да, вот. Гораздо лучше. Сейчас света. Света не надо много, да? Кто-то меня спрашивал, какие у меня пожелания, да, на прошлом стриме, кажется. Да, начну. Вот. Или на еще каком-то. Какие у меня пожелания, точно-то. Что мне не достает в жизни, на что бы я стал собирать? Я сам задумался, потому что я особо-то ничего и не хочу. Но, короче, я позадумался, да, поскольку компьютерная техника – это мое любимое. Я придумал и нашел пару проблемных вещей, которыми я тащим-то пользуюсь. В общем, вот две проблемы. Первая проблема – это в моем компьютере шибко мало места. То есть, в нем два SSD по 60 гигабайт. Вот. Каждая. Я покупал еще их, потому что когда они были дорогими, поэтому они такие маленькие. Блин. То есть, они обошлись в 2000 рублей каждые. И в них всего 60 гигабайт. Такие SSD сейчас не производятся. То есть, соответственно, если на один ставить, например, Windows, да, то она все сожрет вообще-то. Там же ничего не будет. А на втором диске все равно мало места остается, да, и фигня получается все равно. К тому же надо программы ставить именно на первой, а не ставиться именно на первой, зараза. Вот. Так что Windows ставить не вариант. Я вообще не хочу Windows ставить. Это мой выбор, да. Я хочу пользоваться Linux. Я уже давно… Я 20 лет пользовался Windows, а мне надоело. Мне не нравятся там ни шрифты теперь, ничего, ни их, ни вот эти квадраты, панели, да. Не все то, что после семерки мне вообще не нравится. Мне вливать тянет от этого. То, что там происходит в этом Windows после семерки. Смотря на то, что все работает, да. Как правило, всякая фигня, да. У меня и в Linux все работает, в общем-то. Все, что мне надо, да, все не специфическое. Все, что используется обычным пользователем, у меня работает. А специальные стримерские вот эти штуки я еще пока не особо. Но их в Windows не могу настроить все равно. Они у меня даже в Windows не работают. Короче, суть такова. Вот этот вот сбор, что вы видите вот здесь. Вот этот вот. Это SSD, да, на 100. Блядь, какой 100? На… Да-да, не поверите. 240 гигабайт. Сейчас SSD стоит недорого. Даже очень недорого. Вот. Даже очень недорого. Короче. Вместо двух SSD, вот, я покупал за эту цену примерно вот по одному SSD на 60 гигабайт. Сейчас. Они на другой памяти, правда, вот сейчас на трехуровневой памяти, да, вот эти, на ненадежной. Но у меня нет ни одного битого сектора за два года. Соответственно, все хорошо. Соответственно, это не побьется, короче. Я хочу купить вот этот SSD один на 240 гигабайт. Поставить его и успокоиться, да. И его хватит мне за головой, поскольку мне этих хватает. Поскольку я вообще минимализмом страдаю, да. У меня в Linux, например, только 20 гигабайт занято на одном и где-то там, не знаю, на втором программы, всякие файлы, да. То есть там можно объединить диски и объединил в один, да. Там раздел домашний с папками, да, со всеми с кэшем браузера, да. Она тоже занята гигабайт 20 на 25, короче, всякой бурдой и пара фильмов лежит. Вот, то есть я экономный, да. И 240 гигабайт, это мне будет вообще вон, всегда просто. Поэтому я хочу купить. И я все равно куплю, да. Даже если вы вот сюда мне, вот сюда вот мне ничего не скинете, да. Я все равно куплю, но это будет дольше. Это будет за пару месяцев. Уже что, я все равно куплю, господи, да. Да, вот. Вы просто мне можете ускорить это только и всего. На самом деле вы ускоряете этот процесс, да. Давайте хребнем чайку перед темой следующей. Следующая тема как раз про операционные системы. Про деперационные системы, блин. А то заговариваюсь. Давайте понюхаем. Офигенный крепкий чай. Давайте хряпнем. 10 из 5. Я очень люблю майский. 10 из 5 вообще. Этому чайу нет конкурентов. За такую цену 25 рублей. Вообще нет конкурентов, и быть не может. Он и крепкий, он офигенный. А если вы какой-нибудь атаковский возьмете за 30 даже рублей, он у вас не заварится, он будет просто белая водичка такая. Вот. Веври бест, веври бест, выбор века. Короче, дальше про технические проблемы, про операционные системы. Я говорю Windows, потому что в ней есть поддержка аппаратных кодеров на видеокарте NVIDIA, да. То есть я могу вставить видеокарту, вот эту GT 710, и в 30 кадров аппаратно записывать и кодировать видео, да, это будет быстро. Но размер файла будет большой. Вот. Это недостаток. Но при этом все будет быстро, и я могу просто ускорить вывод изображений на 10 кадров. В обзорах городов. Вот. Только всего один ток из одного тока перехода на Windows. Но я не хочу, потому что потом у меня будут глаза это... Это как андебать, да. Вот эти вот шрифты, которые я не люблю в Windows, я не просто так же ушел. Шрифты там плохие в Windows, и там все как-то ужасно, как-то... Как в каменном веке, как будто ты взял просто молоток, да, молоток. Каменный человек взял каменный молот, подошел к компьютеру, и открыл меню пуск. Вот. Это, это все, это уже как-то вот вообще бесит мне просто. Подыхаешь, да, от этого Windows. Я уже от него и отвык, честно. Я сколько уже на Ubuntu-то, блин, сижу. Уже с Ubuntu 6 лет, блин. Какой Windows-то, блин. Теперь на Debian перешел. Debian вообще стабильный, вообще... Вообще лайк тоже 10 и 10. Единственная у него операционная система, да, вообще, которая существует, можно сказать. Уж Windows, она ошибка далеко отошла от кибернетики, от базовой вот этой науки, которая его учит по строению интерфейса. Почитайте там. Она написана в 60-е годы и описывает Windows XP. Представляете, есть наука, которая описывает интерфейсы и все вот эти менюшки. И она в точности описывает Windows XP. А вот дальше то, что Vista, 7-ка, да, 10-ка, она полностью противостоит, и поэтому все польются, поскольку она отошла, да. Базовая кибернетика, она описывает и базовое удобство, что без вреда пользователя не должно ничего происходить. Вот, так что все-таки это важно, это важно. Дальше, короче, короче, вот в чем суть. Технически проблемы. А почему они возникли? Почему я не могу в Linux все записывать? Файлы, да, вот это с битрейтом 30, ой, блин, не с битрейтом, с частотой кадров 30 FPS. Почему я не могу? А, господа, у меня еще нет пока 4-х ядерного процессора. Я апгрейдился, апгрейдился, а на 4-х ядерный процессор не перешел. Хотя у меня было и возможности на 8-ми ядерный перейти, но я вместо этого купил ноут. Я мог в 13-м году купить FX какой-нибудь. Деньги были. Но я купил ноут, потому что я самый умный, самый жирный гол. Это проект века тоже, я понимаю, понимаю прекрасно. И ноут через 2 года я выкинул нафиг. Вот. Вот так вот. Так что это сложный вопрос, да. Мне бы, конечно, проапгрейдиться до 4-х ядерного процессора, но я пока не хочу. Я бы смотрел, сколько это стоит, да. То есть новый процессор 6-й серии я купить уже не смогу. Вот. Соответственно, да, 8-й там брать. 9-й, 10-й, да. Вот это и ориентироваться на такие вот, на новые. На Intel, да. Поскольку в Linux наиболее Intel поддерживается именно. Вот. И, блин, да. Цены, конечно, классные, господа, я вам скажу. Мало того, 10 тысяч процессор. Так еще материнка 5. Все это делает одна фирма. И мне требуется отдать 15 тысяч. Только ради процессора. Да, память у меня есть и все остальное у меня есть. 15 тысяч. Вот так вот апгрейд процессора с 2-х до 4-х ядер. Поэтому я не хочу это делать, не хочу ставить даже сборное это все. Самое это никогда не куплю. И не уверен, что мне это пока надо. Поскольку мощность 2-х ядерных процессоров растет, да. То есть мой, соответственно, процессор. Вы не думаете, что это какой-нибудь Pentium 4, да. Он поколение Skylake, он 15-го года. Вот этот Celeron за 1600 рублей. И, соответственно, он фигачит, да. Он по производительности примерно, я вам скажу. Как и ранние i7, да. Совсем ранние. Которые в 2008 вышли, а i7 вроде как. Первые, первые вот эти серии i7 вышли в 2008. Примерно такой же. То есть он 4-х ядерный догнал. Но 10-летней давности. Или, как их сказать-то. Или, как 11-11 пенсиумов-четвертых вот этих. Которые были раньше. Помните Extreme Edition? Которые 300 долларов стоили, офигеть. Или даже 600. Некоторые из них. И он их догнал и обогнал, да. В 11 раз мощнее. Представляете, господа. То есть этот процессор двухъядерный. Он может даже эмулятор PlayStation 2. Хотя она вообще... Офигеть, да. То есть он и постройке, да. И по всему, да. Он мощнее. Он как поколение вот этой вот. Не знаю, какой консоли, да. То есть он тянет игры с PlayStation 3, которые выходили на PlayStation 3. Если поставить Windows, да. Я проверял. Какую-нибудь мафию, да. Он тянет отлично, да. То есть он, соответственно, при установке вот этой GT 710, да. Видеокарты. Он справляется с играми, которые выходили на PlayStation 3. Вот, например, перенос в Final Fantasy, например, 13-й, да. Про этих, про LC, да. 13-й это который про LC, да. Которая в 14-м году вышла. Которая на PlayStation 3 вышла в 10-м. А на компьютере, ремастер, она вышла в 14-м, да. И она отлично, прям без лагов, отлично фигачит, да. На Full HD, да. Хотя это просто вот самонастраивающаяся доигра. Там даже настройок нет. Поскольку она на том же уровне и работает, что на PlayStation 3. Потому что там все бэкграунды, а не просто картинками сделаны. Короче, там фанов-то нет нифига. Там фаны, это просто растянутые картинки. Вот. Так что, в общем-то, он пока тянет, но... Но не тянет эти вот стримерские все дела. Он не тянет нифига. Так что, по-любому, надо будет процессор когда-нибудь потом. Но я не хочу пока. Не хочу. Даже не думаю пока. Это в идеале, это если пожануть вообще, как король, да. Ходить, как царь. Просто царь ютуба, да, как джеффар. Вот, и тогда ходить, вот, и тогда... Вот тогда, может быть. Да, заморачиваться с этим. Пока мне не хочется, да. Пока мне не хочется. Вот когда возникнет надобность монтировать Full HD видео вместо HD. И не захочется при этом ставить Windows. Когда захочется записывать 30, 60 FPS видео с монитора, с компьютера, да. Тогда он потребуется. А пока технического задания на него нету. Вот такие вот дела, господа. Давайте хряпнем чайок напоследок. И закончим это болтовнё. Ещё раз респект донатерам. Извините за темноту, которую я тут устроил. Мне захотелось посидеть в темноте. Я, кстати, покажу вам прикол. Кто досюда смотрел, тот увидит прикол. Как устроено освещение у жирного голубя. Голубя. Смотрите. Моя система освещения. Вот. Выключатель главный. Вот. Он чуть не работает теперь, блин. Ламп перегрел, скалоч. Ладно. Главное выключатель сломался. А, контакта нет. Вот. Лампа. На лампе носок. Вот носок. Он на лампе прямо. Вот. Рылья сработало. Перегрели мы лампу, мы шибко долго-то болтали. Вот. Лампа. Обычная лампочка. Просто в какой-то вот вгалимый, в выбитый светильник с потолка, да? Вот. Галимый, да? Обычная лампа, укрытая носком. Чтобы не было шибко ярко. Вот. Вот это система освещения. Это я понимаю. Тушите свет, а? Да, блин, он не работает нихуя тебе. Я не знаю, что произошло. Может, кнопка сломалась. Скорее всего, кнопка. Но вряд ли лампа, лампа едва тёплая. Сломалась кнопка. Это вообще подавочный длинитель, кстати. С этой кнопкой, с помойки вообще. Так что тушите, господа, свет.